МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Запланированные в этот день, и они уже начали реализовываться с целью как раз-таки привлечь внимание к данной проблеме. Значит, эта передача идет в рамках тоже в этой же акции, как называется, СтопВич. СтопВич – это чтобы узнать свой статус. Есть европейская программа 90-90-90, сейчас я скажу, что это такое, которое показало свою эффективность, и в Европе идет очень заметное снижение новых случаев ВИЧ-инфекции. Первое 90, что 90% населения, территории где, должно знать свой ВИЧ-статус. Из них, 90% из тех, которые узнали, что у них ВИЧ-статус положительный, 90% должны получать лечение. И следующее 90% – это из тех, кто получает лечение, 90% должны дать нулевую вирусную нагрузку. Что это дает? Это дает раннее лечение, да, и охват лечением именно 90% от ВИЧ-инфицированных, и снижение до нулевой нагрузки вирусной, значит, оно останавливает один из процессов, один из путей эпидемиологического процесса. Это половой путь передачи. Почему? Потому что человек становится практически не заразным в этом случае. И вот таким путем в Америке, в Европе, ну и в Америке идет тоже снижение, но в Европе очень заметное, значит, идет. Мы попытаемся остановить эту инфекцию. Потому что основной путь изменения произошло в путях в передаче. Если первый этап у нас был наркотический путь передачи, и было охвачено только молодежь, в основном молодые за 30 лет было редко, ну 35 там было лет. И, значит, если из пяти ВИЧ-инфицированных было четверо выявлено, четверо мужчин, одна женщина, да, примерно такое соотношение, то сейчас практически ровно наоборот. Потому что СПИД ушел в общество, уже нет группы, как раньше групп риска, то есть, что это наркоман. То есть абсолютно любая категория граждан поддержана. Да, потому что это гетеросексуальный путь передачи. Значит так, и вот произошла феминизация процесса, и возраст изменился. Мы сейчас за 30, за 40, за 50 лет выявляем. И вот буквально две недели назад подписывал оперативное донесение, значит, посмотрел у нас ВИЧ-инфицированная женщина, 1944 года рождения. Путь передачи половой. Ну, что можно говорить о нынешних масштабах заболеваемости? Вот в России эти показатели снижаются, или все-таки повышаются, или остаются на уровне? Нет, в России за 10 лет, мы в 2016 году уже в России более миллиона официально зарегистрированных, ВИЧ-инфицированных зарегистрировано. И за 10 лет у нас количество выявленных ВИЧ-инфицированных стало на 57% по России. Ежегодно заболевает в России 100 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции выявляется. прирост в процентах, если взять, то это где-то 10-12%. И в нашей республике это так же, что 10-12% в год у нас идет рост. В этом году за 11 месяцев у нас выявлено 150 новых случаев ВИЧ-инфекции на нашей территории. Но это не значит, что все жители России, если иностранные граждане, идут. И поэтому проблема эта актуальная. А вот акция, которую мы проводим уже второй год с экспресс-тестированием, которая появилась, а возможность, значит, федеральная программа есть, значит, так. Она похожа чем-то, которую мы уже лет 10 проводили. Но мы тогда только выезжали на, ну, когда на своих акциях, или где-то читаем лекции и так далее. И добровольно у людей забирали кровь, пробирку, да, и потом на следующий день обследовали. И человек уже по звонку, там, код свой называл, ну, говорили, нормальный или ненормальный. А сейчас экспресс-тестирование сделано так, чтобы мы выезжаем на своей газели и на предприятие, причем охват очень большой, Марха, Конголасы, Табака, Хатасы, город Якутск, значит, многие учебные, образовательные учреждения, ну, есть и предприятия, значит, люди зашли в газель анонимно, укол, как берут на общий анализ крови, и через 10-15 минут результат, то есть человеку не надо и переживать там, сколько-то тут же уже будет. Ну, выводы какие-то уже есть определенные? Ну, у нас мы провели таких вот на вчерашний день 530 человек обследовали и выявили 14 случаев гепатита С. Мы расширили показатель, в смысле, параметры этой акции, поскольку вирус гепатита С практически передается так же, как и ВИЧ. И мы одновременно выявляем еще и гепатит С. Эта акция будет продолжена, ну, как всегда, насколько хватит у нас средств. Ну, вот как раз-таки согласно статистике, вы вот сказали, что среднестатистические ВИЧ-инфицированные, сейчас это возраст где-то 33 года, хотя казалось бы, что это, наверное, должно было быть более раннего возраста. А как выглядит социальный портрет ВИЧ-инфицированного? Ну, в связи с изменением пути передачи этот изменился портрет. Если раньше это, будем говорить, более к маргинальной группе относилось, значит, они были практически 80% неработающих людей. Ну, какой наркоман-работник? Да, то сейчас социальный портрет – это вполне состоявшиеся люди, социально устойчивые. Образование любое, и высшее, и есть, и руководители, есть, и специалисты высокого класса. То есть, ну, сам путь передачи, как они заразились, в общем-то, и говорит о том, что социальный портрет сейчас. Чаще стали болеть женщины, возрастные женщины. Значит, ну, в силу физиологических особенностей, женщина чаще заражается от ВИЧ-инфицированного мужчины, чем мужчина от ВИЧ-инфицированной женщины. Даже так. Какие сейчас вот меры проходят не только в Якутске, но и в целом в республике, направленные на профилактику? Ну, во-первых, к этому дню приуроченный всегда приказ Минздрава идет по всей республике, читаются лекции, также организуется, ну, там забор крови. Хотя вот в Жиганский, в Тикси мы еще поедем, в рамках этой акции, там будет тоже экспресс-тестирование. Отправляет. Значит, ну и читаются лекции. Причем у нас мы уже 9 лет, у нас такая акция, как автопробеги. Но сейчас нам мы уже их просто не повторяем, поскольку уже по два раза съездили туда, куда мы могли доехать на машине. И мы выезжали в район, значит, ну, это, кстати, мы единственные в России, это так другие не распространилось. Ну, допустим, я не знаю, там любой, вот в мае мы съездили, и говорю, мы бы у себя, пишем, мы бы были в Мегино-Кангаласском районе, а там 27 или 28 населенных пунктов. Поэтому акция была совместная с Единой Россией, поддержали нас, значит, и мы выезжали совместно с наркологами, с наркополицией и с венерологами, читали лекции в каждом населенном пункте. В каждом населенном пункте мы читали, вот, в Мегино-Кангаласском. Внутри, получалось, что внутри районов мы проезжали до 1000, а то и 1100 километров. А работа профилактическая какая была? Ну, вот, беседа, разные группы населения, и в школах, и в государственных учреждениях, в учебных заведениях, какие там есть, в рабочих коллективах, в управлениях внутренних дел, точнее, в отделениях внутренних дел и так далее. То есть, мы большой охват. Я думаю, вот это, то, что мы в течение 10 лет проводили, дало хороший результат в плане информированности населения, значит, так, чтобы уже знали. И мы, у нас не было никаких этих манифестных вспышек таких, что, как вот, допустим, Иркутская область, там, Новокузнецк, Владивосток, они полыхают просто уже. Вот, поэтому, я думаю, эта работа, и вот она на это и направлена, она будет продолжена дальше, тем более, сейчас, мы, говорю, появилась возможность, что на следующий год, может быть, еще большие районы мы сможем вылететь, потому что мы уже машиной не можем туда доехать. Анатолий Александрович, и очень коротко, все-таки, зачем нужно проверять свой ВИЧ-статус? Многие даже не знают, для чего все-таки это нужно делать. Ну, я могу одно сказать, что ни одна группа населения не может сказать, и ни один человек сказать, что меня это не коснется. Уверена на 100%, что меня это не коснется. Во-первых, мы обращаемся и в медицинские, в частные клиники, в парикмахерские, в другие, в стату там салоны и так далее, где можно получить, так сказать, эту инфекцию. Во-вторых, это половой путь передачи. Анатолий Александрович, большое спасибо за интервью. Вы смотрели актуальное интервью. Сегодня в нашей студии был главный врач Якутского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Анатолий Кожевников. Оставайтесь на нашем канале, будьте в курсе всех событий. Удачного вам дня!